Государство выделяет деньги, на которые живут все эти деятели искусства. Кстати, деньги очень скромные. Если бы этих денег не было, то эти деятели искусства и два дня бы в неделю прожить не смогли. Поэтому здесь не идет о цензуре, об ограничении свободы творчества. Речь идет о взаимоотношениях работодателя и работника. Если бы был свободный художник, который что-то такое творит, а государство волевым актом пытается наложить какие-то ограничения на его творчество, тогда речь идет о цензуре. Здесь еще идет совершенно об обвиненном. Есть некий театр, и не он один, который получает государственные деньги. И государство поэтому имеет право обуславливать выдачу этих денег какими-то своими критериями. Кто является тем, кто должен эти критерии определять? Ты совершенно прав, народный избранник. Ведь министр, это народный избранник, которого народ привел на этот пост, он является выразителем воли народа. И поэтому народ, который платит деньги этим людям, считает, что это не должно быть. И этого не должно быть. Это, так сказать, формально. А неформально. Дело в том, что у нас есть некая такая группа людей, которые являются носителями постсианистских взглядов. Постсианистские взгляды, вкратце, это люди, которые считают, что общечеловеческие ценности, они стоят выше ценностей народа, и сионизма, и государства. И поэтому они придерживаются этих ценностей, а не защитой интереса своего народа. Имеют это полное право. Мы же действительно в стране свободны. Ты имеешь право считать так, а не иначе. Но с чем я не могу смириться, это с тем, что эти люди, они создали некую такую закрытую касту, которая захватила ведущие позиции в художественном мире и пускают в этот мир людей не по своим талантам художника, а по идеологической направленности. И если ты соответствуешь, их идеологи тебя пускают, нет, тебя выкидывают. Субтитры создавал DimaTorzok